Всем привет! С вами Электрошаман. Сейчас у нас тут зима, метель, сегодня вот даже. И мне удалось все-таки поймать солнечный денек, включить немножко дополнительного света и заснять щит. То есть можно сказать, что нам сегодня везет. У нас есть возможность быстренько отснять видео про хороший щит. Значит, тут у нас в Ютубе вообще веселуха творится. Я уже как-то комментировал в предыдущем видео, что вот вы будете смотреть видео, когда я его смонтирую. Вот здесь вот, в нижнем углу видео, вот здесь вот будет написано Copyright 2018 CSCSNET Lab и HTTP CSCSNET. Это адрес моего блога. Но вот находятся, я уж не знаю, как сказать, чудаки на букву М, если говорить толерантны, которые спрашивают, а как у тебя на блог пройти, а где вообще твой блог? Я ничего не понял. Вот для кого под видео подписаны. И вторые люди, которые меня разозлили сильно, это те, кто начинают мне писать в стиле, а какого хрена ты на своем Ютуб канале выкладываешь видео не про электрику? Я вот тут подписался, думал, что у тебя будет видео только про электрику, а ты тут про сценический свет еще выкладываешь. Нахер мне это надо? Я думал, мне тут про щиты будут рассказывать, как их научиться делать. Ну, в общем, на самом деле, ребята, это вы сами все придумывайте, потому что Ютуб мне нужен для тех вещей, которые я не могу показать текстом на блоге. Вот только для этого. И там будет выкладываться все. То есть, понравилась мне какая-то песенка, сыграл я ее с грехом пополам, будет выкладываться. Не знаю, взял я какую-то световую голову, записал видео на три минуты для своего коллеги из Греции, чтобы показать, как она работает на ломаном английском, там это будет лежать. Вот так вот. Поэтому это тот же самый принцип с видео, как с моим блогом. Сделал? Расскажи другим. Получилось? Расскажи другим. Авось кому-нибудь пригодится. И мне кажется, что это самое ценное, потому что информацию найти можно. Кому надо, тот ее найдет. Итак, мы с вами возвращаемся к щиту. Значит, что у нас есть? Щит, на самом деле, имеет, ну, я не знаю, наверное, 30% запас места точно. Даже, наверное, 40% запас из того, что тут можно запасти. То есть, вот это все запас места, вот это запас места для клемм снизу, клемм у нас пока только сверху. Вот это вот невольный запас места получился, вот эти вот дырки крайние, это тоже все запас места. Так, нужно, потому что, как бы, один раз заказчик уже обжегся. То есть, у него электрика делалась в начале нулевых, по тамошним вещам из серии. Да что там, Петрович, от того кабеля хватит на все, закладывай там, подумаешь, на свето-розетки. Значит, с того момента дом стал уже полностью обжитым, обжитым, обжитым. То есть, в нем живут, и нельзя, по условию задачи, нельзя переложить ни одну линию. Даже вот у нас есть мега такая злая линия, которая называется вода. Водоподготовка, котельная, тренажерная и питание щита улицы. Вот даже эту линию мы не можем переложить, хотя бы для котельной водоподготовки, разделить ее. Поэтому, единственная вещь, которую здесь можно сделать, это выкинуть весь старый щит напрочь и собрать новый щит. С запасом места, чтобы он был один раз повешен, то есть, чтобы его один раз повесили, и больше никогда не трогали. Опять, несколько десятков лет. Чтобы сюда можно было только добавлять вещи. Поэтому, здесь есть некоторые вещи, которые идут как архаичное наследие прошлого. То есть, например, с электросетями, когда-то было договорено так, что вот, заходит напрямую в счетчик, и счетчик стоит в доме, в щите. Вот так вот. Поэтому, здесь, в этом щите, это было по требованию заказчика решено оставить. Он попросил так, чтобы не устраивать геморроз с пересогласованием. Я не знаю, зачем ему это нужно, но так получилось. При этом, у него стоит, тоже по его просьбе, селективный водной автомат серии S750DR, и даже УЗИПы. УЗИПы, вообще, по-хорошему, все-таки должны стоять в металлическом ящике на фасаде дома. Это у вас получится автоматически. Потому что, если у вас идет воздушный ввод проводом SIP, провод SIP, он специально называется провод, самонесущий, изолированный. Вы не имеете права заводить его куда-то в помещение, потому что он горючий. И поэтому вы обязаны будете где-то на фасаде дома перейти с SIP на медь. И поэтому у вас и получится автоматом, некий щиток, куда, например, уже по фасаду вы можете, в крайнем случае, в стальной трубе затащить SIP, довести его там до какого-то рубильника, который можно в случае аварии, пожара, ЧП обесточить весь дом снаружи, и туда поставить УЗИПы. А после этого ввести медный кабель себе в дом. То есть, если делать все грамотно, это получается автоматом. Здесь у нас немножко неграмотно, но я вытянул из этого ввода в щите все, что возможно. Позже я открою щит и сниму вторую половинку видео, где я все покажу. Значит, вокруг УЗИПов у нас есть свободное пространство, и провода, которые не защищены УЗИПами, не пересекаются в щите, не идут параллельно с проводами, которые уже проходят после защиты УЗИПов. Про это я покажу. Значит, кратко пробегаемся по тому, что у нас тут имеется. Значит, у нас есть ввод сети в таком вот неказистом варианте, то есть у нас счетчик, вводной автомат, УЗИПы, и потом все идет на нашу классическую стуковину. Вары, УЗМки, вводной селективный УЗО. У нас есть место от будущей АВР-генератора, сейчас это все вручную в варианте. В будущем, вот у нас есть рубильник с мотором, мы его сюда вот так поставим, сюда поставим блок управления, и все у нас влезет и будет автоматически АВР. Сейчас у нас ввод генератора защищается автоматом, и как обычно стоит ВАР, который показывает, что там нам приходит. И дальше у нас здесь есть два кросс-модуля, питание только от сети, питание от сети и генератора. И вся остальная начинка щита разбита по этим кросс-модулям. Опять же, заказчик попросил сгруппировать ему все автоматы так, как у него было, так как он привык. Поэтому вот здесь у нас, например, свет, здесь у нас идет все вразнобойто, здесь розетки там патио какого-то, розетки ворот, потом розетки гаража. Вот так вот у него сгруппировано. Здесь, например, розетка каких-то помещений, и одновременно сразу холодильник с посудомойкой на одной линии. Вот так вот тоже сделано. Еще заказчик попросил зачем-то, ну, в принципе, это как бы хозяин-барин, но немножко эту компоновку щита нарушает. Значит, но здесь есть одна интересная находка. Значит, заказчик попросил наплевать на УЗМ, которые могут нам сделать задержку включения 10 секунд, либо 6 минут, и поставить на некоторые линии отдельную задержку, которую он может крутить, скажем, на 20 минут из желания перепаранойи, и чтобы у него техника не перезапускалась при каких-то бросках-скачках. Все-таки так я делать не рекомендую только из-за того, что это нарушает компоновку щита. Вот посмотрите, здесь у нас идет три диф-автомата, потом реле задержки, сейчас скажу какое, потом вместился только один диф, и вот еще один бедненький диф-автомат мне понадобилось вытащить в целую рейку. Если бы не было этой задержки, она не особо нужна, проще уж тогда, если вы паранойите, поставить УЗМ-ки на 6 минут. При наличии этого генератора это вполне себе будет нормально. Вот. И получилось, что у меня здесь целая рейка, но правда осталась резервная дырка, это хорошо, целая рейка у меня потратилась ради одного дифа. Но, как бы в данном случае щит получился неказистый, много где перевдели, заказчик работает на суровую атомную военку, которая должна выдержать атомный взрыв, поэтому у него такие вот всякие интересные запросы были. Вот. Значит, чем сделать задержку включения после обычного диф-автомата на 16, там, скажем, 25, 32, 40 ампер? По-нормальному это должно быть реле времени плюс контактор, верно? Но у нас есть замечательные реле напряжения, которые содержат в себе хорошее силовое реле, и уж на 16, 25, 32 ампера оно будет работать точно, если взять релеуку напряжения, например, на 63. А у некоторых моделей этих реле напряжения как раз есть возможность крутить установку, уставку времени, перед которым оно включается. И одно из таких это как раз новотекская релюха РН-104, либо РН-106. Вот я здесь их и применил. То есть как реле напряжения оно не работает, пределы все загнаны, прям совсем в край, а как реле времени работает. И мы сейчас, когда подадим питание на щит, вы увидите, что у нас стартанут УЗМ-ки, и потом вот эти все вещи будут отсчитывать 10 секунд. Давайте врубим питание. Врубили мы с вами питание, у нас запустились вары, запускаются УЗМ-ки сейчас. Запускайтесь. Запустились. И у нас пошел отсчет времени на этих релеуках. Я сейчас все их выставил на 10 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. И у нас вещи подтянулись. По умолчанию они показывают напряжение, ну и один черт. Зато можно видеть, что новотек не особо врет с меандром. То есть здесь у меня везде 228 вольт, а здесь тоже 228. Так, давайте снимем фотик со штатива и пробежимся по щиту вблизи. Осталось у нас тут время записи? Осталось. Значит так. Пробегаемся еще раз детально. На всякий случай. И потом откроем с вами щит. Значит здесь у нас секция ввода. Нам ее интереснее будет посмотреть в открытом виде. Значит ввод приходит у него сразу прям на счетчик. Потом идет на вводной автомат. Селективный. С750 DR серии. И у нас стоят параллельно УЗИПы. Значит УЗИПы защищаются своими предохранителями. Так допускается делать, если посмотреть брошюрку по ним. УЗИПы стоят для системы ТТ. Поэтому у нас стоит три УЗИПы. Три УЗИПа. В цепи фазы и УЗИП в цепи нуля. Есть определенная схема из каталога. Точнее из брошюры, из рекомендаций по подключению УЗИПов. Она здесь использована. Дальше. У нас есть вся вот эта стандартная штуковина. Значит это у нас три вара. Три УЗМки. Селективный УЗО для системы ТТ. Для того, чтобы в будущем можно было этим УЗО защищать кабели, уходящие на другие щиты. Это у нас резерв места под АВР с мотором. Сейчас у нас есть рубильник. Ручной либо сеть, либо генератор. Ввод генератора. Лампочки, которые нас показывают. Фотики они засвечиваются. Лампочки, которые показывают, какие питания у нас есть. То есть например, если я сеть сейчас откручу. Селективный УЗО. То у меня ничего нету нигде. Я могу перевести свою секцию самого основного питания на питание от генератора. У нас питается практически весь дом, кроме трехфазных нагрузок. Вот. То есть сейчас я вижу, что у меня питание от генератора есть. Питания от сети нету ни хрена. Подам себе питание от сети назад. Всё. И что-то от сети заработало. Дальше у нас есть вот этот вот замечательный АПВ. Про который был у меня обзор на блоге и видео. Взвели назад узорку. То есть если у нас ложное срабатывание узорки есть на вот этой вот несчастной линии. По надписям вы видите. То если это действительно ложное срабатывание, то у нас всё вернётся назад. Есть и вот такие вот обозначения линии. Тоже по просьбе заказчика. Зимний сад. Зимний сад. Штрих. И мансарда. Вот так вот. Он попросил это всё сохранить. Ну и собственно всё. И дальше у нас есть отходящие нагрузки. Больше ничего тут интересного нет. Но в щите есть всё на клеммах. Правда, линии здесь кот наплакал. Но мы как всегда можем оторваться и сделать всё красиво. Вот они клеммы. Давайте. Я открою все пластроны. Потому что мне всё равно это нужно сфотографировать. Досниму вторую часть видео и на этом закончим. Итак, второй кусочек. Я сейчас открыл пластроны со щита. И покажу вам крупно, насколько считаю нужным, части монтажа. Значит, это у нас щит серии B. Это очень похоже на серию АТУ. Только она вот такой вот большой глубины. И здесь сзади, для того, чтобы облегчить вес этой серии, вот это вот, это гибкий пластик. То есть это не металл. Вот он. Качается. Это у нас такой вот пластик с вами гибкий. Будьте внимательны. То есть щиты серии B задней стенкой нельзя куда-то будет опереть, что-то на неё класть, потому что она сделана из пластика для облегчения веса щита. А вешать его надо вот за эти вот железки. Вот они. Сзади щита есть четыре железки. За них его нужно будет анкелить. Значит, что у нас тут с вами есть? Все линии на клеммах. Клеммы так, ради прикола, сгруппированы. Мне понравилась эта тема. Всё группировать вот так вот красиво. Есть резерв места для клемм тут. На всякий случай, если вдруг у заказчика что-то будет снизу, у неё есть динрейка, на которую снизу можно будет поставить часть клемм. Вот она. Значит, это всё, как вы видите, пустое. Это у нас резерв места с вами. Значит, есть... Ну, вот это вся наша обвязка стандартный, ИПМ в ручном варианте. Вот сети. Вот у нас всё это прошло. Уземки, селективная узоха. Здесь сделано всё при помощи двойных наконечников так, чтобы у нас всё шло на кросс-модуль без разрыва. То есть у нас питание с узохи пошло одновременно на левую половину рубильника. Вот так я вам покажу на левую половину рубильника. И одновременно через эти же двойные наконечники на первый кросс-модуль, который называется питание только от сети. После реверсивного рубильника мы питание собрали и подали его на второй кросс-модуль, который называется питание от сети генератора. Это моя стандартная, самая простая схема ИПМ. Интеллектуал Power Management. Значит, то есть у нас есть два кросс-модуля, в которых в штатном режиме работы от сети, когда у нас рубильник переключен сюда, здесь и здесь. И у нас есть полноценные три фазы, поэтому мы можем не забивать себе голову, раскидывая всё по фазам, как мы хотим. Вот. Значит, самое интересное здесь часть ввода. Ну, что ещё можно показать? Подключение наших вот этих вот реле напряжений, которые мы используем как задержку у РМ-106. Это делается неудобно для работы как реле напряжения, потому что у неё это вход, это ноль, это выход. Но для нашей задачи это получилось очень здорово, потому что у нас, например, фаза с диф-автомата Ку-22, Ку-22Л, она подаётся перемычкой на вход. Вот. Ноль, это у нас Ку-22Н, вот он, подаётся сюда, и выход с Ка-06, Ка-06Ку приходит на определённую клемму сразу же. Ну, в принципе, вот мы можем его найти. Вот он, Ка-06Ку, и вот у нас Ку-22Н, то есть ноль с 22-го дифа и выход с 6-го реле. А фаза на 6-ое реле подаётся с 22-го дифа, то есть всё легко очень ориентируется в маркировке. Значит, у нас есть два момента, которые надо только показать. Собственно, да, щит на серии B, всё глубоко, есть большая глубина, крупные фотки с рулеткой будут в посте, как обычно, я говорю, читайте посты, не надо смотреть видео. Не ждите, что видео будет более подробно, чем в посте. Видео только то, что нельзя показать в посте. Вот. Значит, вся. Есть два момента, с которыми вы столкнётесь. Первое – это счётчики в щитах. Значит, даже несмотря на то, что у нас это обычный Меркурий 231 на Денрейку, причём у заказчика он 15-го года выпуска, так что, скорее всего, электросети всё-таки придерутся. Счётчик мне дал заказчик, я его об этом предупрежу, что счётчик старый. Счётчик должен быть не старше года, с момента выпуска, чтобы его приняли на учёт. Значит, есть первый момент. Счётчики Меркурий, даже такие, всё равно имеют вот здесь и вот здесь большие выступы. Если он попадает на край пластрона, то есть если бы он стоял на вот этой рейке, то он бы наткнулся вот на эту вот вещь, и пластрон бы не закрылся. Здесь снизу оказалась та же самая фигня, поэтому мне здесь на самом деле всё так очень здорово получилось. Изначально счётчик должен был стоять здесь, но за счёт того, что верхним краем он упирался в пластрон гораздо сильнее, вот в эту часть пластрона, я его поднял на рейку повыше. У меня как раз здесь получилось нормальное пространство, чтобы смонтировать юзипы, и мне удалось немножко подпилить пластрон, так что он закрывается. Я как раз забыл закрутить, открыть, точнее, один винт, чтобы вам это показать. Итак, открываем пластрон. Значит, первый момент. Вот так понадобилось это всё немножко подпилить. Здесь это дело оказалось достаточно просто выломать, и вот здесь надо было аккуратно спилить это всё подровень. Тогда счётчик встаёт нормальный, и тогда всё это нормально закрывается. Это первый момент. То есть вот так оно у нас всё с вами получается. Второй момент. Опа! Пластрон отложили. Второй момент. То, что автоматы серии S750DR тоже имеют свою особенность. То есть здесь у нас в щите есть очень много важных моментов из-за узипа и вот этого всего счётчика. То есть всё-таки щиты со счётчиками и узипами это геморрой. И вот смотрите, мы потратили место, а вот такое вот, вот такое. То есть у нас две панели по ширине, и раз, два, три, четыре панели по высоте. То есть это щит типа АТУ-42 на 96 модулей, по-моему. Вот мы это всё пространство отдали, в принципе, только под ввод. Из-за особенностей подключения узипов, размещения счётчика и селективного автомата. Значит, что у нас с селективным автоматом? S750DR именно сверху имеют выступающую часть гораздо больше, чем снизу. Вот так вот они выглядят. Поэтому, если мне нужно, чтобы автомат стоял у меня на краю пластрона, вот здесь, то эта скотина мне опять упрётся в этот вот высток пластрона и не закроется. Вот сюда вот упрётся, вот в эту полукруглость. И не закроет мне пластрон. Поэтому здесь у меня применена рейка, которая опущена по глубине, потому что автомат у меня всё-таки должен стоять здесь. Я не могу его куда-то сместить. А почему он должен стоять здесь? А потому что, смотрите, что у нас получается. Ввод заходит у нас напрямую в счётчик. Это вот у меня временные сопли, такие, на выброс, чтобы можно было сейчас подать ввод на счётчик и запитать нам щит. Ввод заходит у нас на счётчик. Это чем будет делаться? Это будет делаться кабелем, который придёт снизу. Там какая-то толстая алюминиевая бронь, которую надо будет гнуть пассатижами. Мы не можем поставить клеммы вот такой вот требований заказчика. Поэтому вот заходит счётчик. Значит, здесь нужно оставить пространство для этого. Верно? Верно. Оставили. Дальше. Ввод у нас подаётся на селективный автомат. Мы видим, что у него жопка верхняя торчит высоко, прям практически вровень счётчика. Поэтому здесь мы не сможем смонтировать наши наконечники. Значит, автомат у нас уехал правее. И опустился ниже. То есть, автоматом мы эту рейку заглубили по глубине, получили место и для автомата, и для автомата по глубине тоже получили пространство. Дальше у нас встают УЗИПы. С ними есть две вещи. Ну, во-первых, они могут бахнуть. Поэтому нам всё-таки надо, чтобы они бахнули, если они уж всё-таки немножко бахнут с искрами, чтобы они нам ничего не подожгли. Но всё-таки лучше, конечно, напоминаю, что лучше размещать УЗИПы в металлическом щитке на фасаде дома. Этого всё-таки быть не должно. Но либо вы должны быть готовы к тому, что у вас это всё-таки бахнет. Значит, у УЗИПов есть две вещи, про которые все забывают. Значит, первое, то, что они могут бахнуть, это я уже сказал. Вторая вещь, это то, что в момент удара молнии ток скотина херачит по проводам. И он создаёт реально большие наводки. То есть, допускается то, что, например, если у нас вот здесь ток проходит от удара молнии, то где-то там, если бы, например, вот в этих тонких проводах, если бы они здесь просто так вот валялись, в них может навестись напряжение в несколько киловольт. Поэтому есть правило, что всё, что идёт до УЗИПа и всё, что идёт после УЗИПа, должно отстоять на некотором расстоянии, на каком я пока не заморачивался. Надо будет почитать внимательно все эти вещи, я в УЗИПы только начинаю погружаться. Значит, есть определённое правило, что, в общем, на простом языке, что провода до УЗИПов и провода после УЗИПов не должны идти параллельно на близком расстоянии. И смотрите, здесь я его реализовал. Мне очень повезло. Это у меня ввод, который уходит после вводного автомата вверх. Он идёт по этой стороне щита, поднимается у нас вверх и туда вот заруливает. Вот он. Это ввод. А вещь, которая отходит на УЗИПы, она идёт тоже после вводного автомата вот сюда, через двойные наконечники, и уходит в левую сторону щита. То есть у нас получается, что вся вот эта вот область, вот эта вот такая вот область, вот эта вот область, не защищённая УЗИПами, здесь у нас может находиться всякое говно, всякие перенапряжения, а вот эта вещь уходит дальше. Так скажем, в защищённую область. Вот что у нас получается с вами. То есть вот такая вот технология. Значит, так как у нас здесь система будет, точно система ТТ, то УЗИПы по схеме из рекомендаций АББшных подцепляют следующим образом. Между фазой и нулём ставятся УЗИПы. Вы можете поставить Т1 плюс Т2 для большинства случаев. Но потом ноль этих УЗИПов, он заводится действительно на ноль сети ТТ. То есть есть у нас, сейчас объясню здесь, монтажная хитрость такая, что просто именно у этого УЗИПа, у него три зажима для нуля. Раз, два, три. Они все внутри соединены абсолютно параллельно. Это просто сделано для удобства монтажа. То есть это не какой-то вход-выход, это всё ноль. А вот это единственный зажим ПЕ. Значит, поэтому эти УЗИПы у нас включаются фазные. Они включаются между фазой и нулём. Это справедливо именно для системы ТТ, потому что в системе ТТ по нулю у нас может прилететь какое-то говно. И между нулём и ПЕ нормальным настоящим контуром заземления включается УЗИП типа Т1. Это разрядник. Вот такая вот должна быть схема для ТТшки. Значит, это у нас такой вот кросс-блок и клемма для того, чтобы можно было использовать его как шину ПЕ для дополнительных каких-то вещей, как главную заземляющую шину, и для того, чтобы заказчик мог заводить либо жирный какой-то провод на, не знаю, там 35 квадратов в распресс-блок, либо обычный провод в клемму на 16 квадратов, как ему там по месту будет удобно. Вот такой вот щит получился. Больше видео затягивать не буду. И так длинно вышло. Вот такая вот интересность. Значит, когда я его начинал собирать, я думал, что всё-таки это какая-то херня. Зачем вот эти все линии, блин, объединять? Нахер это всё нужно? Но потом втянулся и, как обычно, полюбил то, что получилось. В данном случае, действительно, я полюбил этот щит. Вот не так, как это было со щитами на Старую Волынскую. Этот щит мне, в конце концов, понравился. Здесь, несмотря на всю вот эту вот некузявость, реализовалось всё достаточно грамотно. Реализовано всё достаточно грамотно. У нас есть и свободное пространство до кабелей для клемм, и резерв места, и вот этот вот узел ввода. Очень хорошо у нас получилось разместить с запасом места. Даже, то есть, если заказчик хочет прикольнуться, он может взять какой-нибудь лист алюминия, зацепить его, не знаю, на профиле, и сделать вот так вот, например, перегородку вокруг этого всего. Это не возбраняется. Можно прикольнуться сделать стальную металлическую перегородку на случай, если у зипа сгорят. То есть, пространство есть. Мне вот это вот очень понравилось. Есть динрейк снизу для клемм, если вдруг что-то у неё снизу будет отходить. И место резерв есть. То есть, в принципе, можно сюда что-то впихнуть, сюда впихнуть. Ну, куда ещё? Сюда у нас будет АВР. Сюда что-то напихать. То есть, место завалить. Я надеюсь, что этот щит у него прослужит много-много лет. Будет он меня поминать либо матерными словами, либо добрыми. Но я надеюсь, что щит не надо будет менять через 10 лет, если в доме что-то разрастётся, и появятся какие-то пристройки. Всё. С вами был Электрошаман. Спасибо огромное за просмотр. Жём дальше. Не знаю, какие видео у меня будут выходить. Наверное, следующие будут уходить на ломаном английском. Я буду для парня из Греции снимать обзор своих сканеров. Но на английском. В общем, вот такие вот приключения тут творятся.